Всем привет! Это рубрика «Ответы на вопросы», третья часть. Поясню, в чем суть для тех, кто смотрит впервые. По соответствующим видео «Ответы на вопросы» люди оставляют какие-то свои вопросы. Другие пользователи, если им понравился данный вопрос, они ставят под ним лайк. И на наиболее залайканные вопросы в первую очередь будут даны ответы. Под предыдущим выпуском номер 2 были кое-какие интересные вопросы. Их оказалось не так уж и много, но тем не менее хватит для полноценного выпуска. Опять в вопросах. Наиболее интенсивно фигурировал газобетон. Такой наиболее обсуждаемый строительный материал на просторах Рунета. Не знаю, чем это обусловлено. Но тем не менее опять злосчастный газобетон. Поэтому, пожалуй, не буду тянуть кота за хвост. Перейду сразу к вопросам и к ответам на них. Первый вопрос. Задал его Руслан Аносов. Набрал он аж 29 лайков. Фантастика, как много. Некоторые застройщики при возведении монолитного железобетонного перекрытия используют вертикальные железобетонные стойки. Опасаясь того, что газобетон не выдержит нагрузки от плиты. Антон, ваше отношение к данному вопросу. Имеет ли данное мероприятие сей смысл? Прошу прокомментировать возможность возведения трехэтажных домов из газобетона с монолитными перекрытиями. Имеет ли данная технология право на жизнь? Тут получается как бы в комментарии два вопроса. Первый касается железобетонных стоек в стенах. И второй вопрос касается, я так понял, максимальной этажности домов, возводимых из газобетона. Начну, наверное, с второй части вопроса, потому что первая часть вопроса, на нее ответ будет достаточно длинный. По поводу этажности. Вот смотрите, есть ГОСТ на ячеистые бетоны. Вот он у меня на компьютере открыт. ГОСТ 31359А 2007 года. Согласно этому ГОСТу, ячеистые бетоны, они квалифицируются, классифицируются по назначению на три группы. Конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. Теплоизоляционные ячеистые бетоны, из названия ясно, что они предназначаются в основном для какого-то утепления. Они должны быть прочностью нажатия, они ниже B035 и плотностью не выше D400. То есть, такой достаточно легкий бетон. У среди автоклавного газобетона таких, наверное, я не знаю, есть ли они, нет, потому что сильно низкая плотность пенобетона. Там, да, там возможно добиться крайне низкой плотности. Вторая группа, конструкционно-теплоизоляционный. У него прочность не ниже B1,5 и плотность не выше D700. И третья группа, это конструкционный. У него прочность не ниже B3,5. По факту это 50 марка и плотность D700 и выше. Если возвращаясь к вопросу этажности, то здесь все зависит от того, какой материал. Вот здесь в пункте 4.6 приведены классы ячеистых бетонов по прочности. Они доходят вплоть до класса B20. Это, по сути, прочность такого средненького бетона. Поэтому в зависимости от того, какой газобетон, какая у него плотность, какая прочность, какое здание, какое у него назначение, какие нагрузки на него будут действовать, этажность может варьироваться. Здесь уже расчет покажет предельно допустимый уровень этажей. Но если так на вскидку, то гипотетически, если хороший газобетон, можно и 5 этажей вообще без проблем смело поставить. Самый ходовой же конструкционно-теплоизоляционный газобетон, который выполняет как бы две функции, он и утепляет дом, да, по сути, и является несущим материалом. Из него, ну, 2-3 этажа спокойно можно сделать, если автоклавный, хорошего качества. И примеров вокруг множество. Если посмотреть, полно домов, причем, которые даже построены из-за не автоклавной трухи, которые в руках сыпятся. Тем не менее, 2 этажа с монолитными перекрытиями, они спокойно стоят. Здесь, опять же, строительный материал, его надо рассматривать как совокупность определенных свойств. В плане этажности определяющими свойствами будет прочность и жесткость. Поэтому не важно, по сути, какой материал там. Керамический кирпич, силикатный, пенобетон, газобетон, хренобетон. Мы в первую очередь смотрим на его свойства. Прочность и жесткость. Если эти свойства позволяют нам выполнить здание определенной этажности, то я не вижу вообще никаких проблем, чтобы использовать данный материал для строительства дома. По поводу этажей определились. Теперь переходим к первой части вопроса. По поводу вертикальных железобетонных стоек. Я так понял, смысл состоит в том, что когда возводят газобетонные стены, делают в них разрывы. Впоследствии в эти разрывы устанавливают какие-то арматурные каркасы. Сбоку ставят щиты опалубки и сверху бетонируют. Получается такой железобетонный каркас внутри газобетонных стен. Сразу хочу сказать, что если по такой технологии выполнен дом, то здесь уже несущая схема будет каркасной. Большую часть нагрузок уже будут воспринимать эти стойки. Будет работать железобетонный каркас. Здесь это строительная механика. Здесь ничего удивительного нет. Если у нас два материала работают вместе, то нагрузку большую часть будет воспринимать материал с большим модулем упругости. И как раз пропорция, в которой нагрузка между ними будет делиться, между более жестким и более мягким материалом, она будет соответствовать как раз отношению модулей упругости между этими двумя материалами. Поскольку железобетон намного жестче, чем газобетон, то большую часть нагрузки будет воспринимать именно он. Поэтому такая схема все-таки больше соответствует уже не стеновой, а каркасной. Вообще классическая технология, она там как бы наоборот идет процесс. Сначала возводится каркас, потом уже идет заполнение стен. Но вот такая вот технология, она адаптирована уже самими застройщиками, как бы на свой манер, потому что так делать гораздо легче. Сначала возвести стены, оставить разрывы, потом сделать колонны, нежели наоборот сделать каркас, потом его заполнять. Плюс вот у этой классической схемы, когда возводится каркас, а потом выполняется заполнение, есть определенные недостатки. Самое главное, это невозможно плотно выполнить заполнение. Да, сбоку все равно будут какие-то небольшие щели из-за усадки, но это не так страшно, а вот наибольшую проблему представляет именно верхний зазор, когда заполнение подходит либо к перекрытию, либо к какой-то балке перекрытия. Крайне сложно вот именно вот эту верхнюю щель плотно чем-то заложить. У меня даже знакомый один работал как раз на монолитном каркасе, они заполняли эти проемы со стороны наружницы, но он там страсти какие-то рассказывал, газобетон доходит до верха перекрытия, они эту щель затрамбовывают всем на свете тряпками, мешками из-под цемента, к остатками раствора, в общем, всякую хрень, которая остается, вся нечисть, которая остается на стройплощадке, они туда ее, значит, запихивают, потом так сверху замазывают и все. Это, конечно, минус. А если мы оставляем разрывы поверх, и потом по газобетону выполняем каркас, то у нас все плотно везде, то есть все соприкасается жестко-надежно, никаких щелей нет. В каких случаях, так, имеет ли данное мероприятие все смысл? Да, данное мероприятие, оно имеет смысл. Я вот когда думал над ответом на этот вопрос, у меня как бы две таких ситуации сложились, когда можно применять данную схему. Первое, когда у нас очень плохой, очень плохой газобетон. Либо так вышло, либо сознательно застройщик купил плохой материал, не очень прочный, соответственно, наверное, очень дешево, очень дешево он стоил, для того, чтобы впоследствии по нему выполнить железобетонный каркас. То есть несущей способности блоков не хватает для того, чтобы держать дом. И в этом случае предусматривается как раз как раз вот такая вот схема железобетонный каркас поверх газобетона, тем более, если несколько этажей. Ну, наиболее такая, скажем, типовая ситуация, когда можно вот это применять, это когда очень сложный дом в плане конфигурации, очень много оконных проемов, очень много дверных проемов, различные витражи. То есть площадь простенков на уровне стен первого этажа, она маленькая, ведь самым нагруженным местом в доме будет именно уровень простенков на первом этаже, потому что там самая минимальная площадь, и в то же время там действуют максимальные нагрузки от выше лежащих этажей. Именно это место будет самым нагруженным. И если дом имеет большое количество проемов, там два этажа, большие пролеты, нагруженное перегрытие, и напряжение в простенках будет достаточно высоким, вот как раз для такого случая есть определенный резон применить подобную схему, предусмотреть разрывы в стенах, в характерных точках, то есть по углам, где-то посередине стен, где идет перегиб стен, например, в районе эркера, где стены кончаются, то есть характерные точки, оставляем там разрывы, вставляем каркасы, заливаем стойки сверху, оставляем выпуски, подворачиваем их в монолитное перекрытие, у нас получается такой, ну, полноценный железобетонный каркас. Газобетон, его заполнение, по сути, выполняет лишь две функции. Ограждающую и обеспечивают жесткость жесткость здания. Но с точки зрения тепловой эффективности такая схема, она не очень удачная, потому что в разрывах будут стоять железобетонные колонны, которые очень хорошо проводят тепло. Вообще, у нас посмотреть застройщики сами ничего только не напридумывали. Ну, если честно, некоторые решения действительно вызывают уважение, а некоторые, посмотришь, нет. Например, армопояс, ой, льют его везде, где только можно и где только нельзя, не спорю, где-то он нужен, но далеко не всегда. Вот, к примеру, даже если пролетное обычное здание, дом из газобетона, я вот смотрел недавно рекомендации официальные по строительству домов из газобетона, там есть различные узлы решения опирания монолитного перекрытия на газобетонные стены, и в одном из них там нет монолитного пояса. Там из кирпича выкладывается кирпичный пояс для того, чтобы на него уже опереть плиты, а кирпич опирается на газобетон, никакого пояса там нет. Но есть решение с небольшим армопоясом, для того, чтобы не было смятия именно газобетона под железобетонной плитой. если на газобетонные стены опирается плита перекрытия тоже из ячейстого бетона, да, то есть такие конструкции тоже есть, то там вообще ничего не выполняется, они просто садятся друг на друга на раствор, потому что одинаковый материал. Если брать каменные дома из кирпича, то там вообще, вот посмотрите, старые дома кирпичные, там нигде вообще нет армопояса. И это понятие, оно такое весьма странное, потому что в основном в строительной документации есть такое понятие, как антисейсмический пояс. Вот в зданиях сейсмической активности там, да, вот устраиваются уровни перекрытия пояс как раз вот на случай землетрясения. Ладно, что-то меня понесло в этой теме. И попутно здесь еще есть, был один вопрос по поводу газобетона. Ну, чтобы сразу уж с этой темой газобетона определиться, вернее, ответить на нее полностью, пользователь с ником PDRVENT нужно ли армировать извиняюсь, нужно ли армировать стены из газобетона? Вообще, для чего нужно армирование? Давайте разберемся с этим. Опять же, начнем с обычной кирпичной кладки. Для чего там нужно армирование? Поперечное армирование, если мы посмотрим СП-каменные армокаменные конструкции, оно повышает прочность кладки на сжатие. В чем смысл? Я, наверное, говорил об этом уже не один раз, что материал невозможно разрушить сжатие. Можно его давить со всех сторон, но он не разрушится. Материал разрушается в результате растяжения. То есть, когда кладка сжимается, она укорачивается в этом направлении, соответственно, для компенсации объема она расширяется в поперечном направлении. Именно вот это поперечное расширение вызывает разрушение кладки. Сама стена кирпичная состоит из нескольких кирпичей. И вертикальные внутренние швы между кирпичами не скрепляют кирпичи друг с другом. То есть, кладка в плане поперечного направления сдерживается только за счет перевязки камней. И сетка существенно может повысить несущую способность кирпичной кладки за счет того, что будет сдерживать это поперечное расширение. Но опять же в своде правил там регламентируется предельно допустимый шаг укладки сеток. И он там достаточно частый. Врать не буду, по-моему, то ли через три, то ли через четыре версты, или там какое-то расстояние указано. То есть, если сетка будет уложена через достаточно большое расстояние, то толку от нее в плане увеличения прочности нажатия не будет. Она должна быть уложена достаточно часто. Если вернуться к этому вопросу про газобетон, стены из газобетона в основном идут в один блок, либо если укладываются на постель это 300 миллиметров ширина толщина, вернее, если укладываются на ложок, то это получается уже 200 миллиметров в один блок. И лично мое мнение, смысла в армировании стены из газобетона нету никакого. По мне, сетка там вот именно несущую способность нажатия никак не увеличит. Если увеличит, то незначительно. Тем более, если армировать стены из газобетона, то это существенно усложнит технологию монтажа. Ведь сейчас как? В основном все газобетоны, ну, ячеистые там блоки, они укладываются либо там на какой-то клей, либо макают их в ванночку с раствором, чтобы поверхность смочилась, и монтируют друг на друга с минимальным растворным швом. Если делать сетку, это достаточно геморройно будет, и толку от нее толку от нее не будет практически никакого. Опять же, потому что и расстояние слишком большое между сетками получается, и потому что один блок, он и так сам нормально справится без всяких сеток. Единственное, сетка, она обеспечивает некоторую продольную жесткость. Ну, к примеру, если угол фундамента, например, отвалился, там какая-нибудь террозия грунта треснул, фундамент отвалился, то за счет вот этих сеток угол дома из газобетона, он будет консольно висеть, и не уйдет вслед за фундаментом. Вот такие вот пироги. Ну, это поверхностное мнение, то есть, это рубрика ответы на вопросы, я здесь без подготовки практически отвечаю, поэтому не стоит прям уж так всерьез воспринимать эти ответы. Следующий вопрос, как вы относитесь, набрал 14 лайков, задает его пользователь с ником HarleyD, как вы относитесь к каналу Мастер Кладки? Странно вообще, что мне задали такой вопрос, потому что я к кладке практически никакого отношения не имею. Нормальный канал, мне он нравится, на мой взгляд, это самый лучший канал на российском ютубе, по крайней мере, который посвящен именно каменным работам, то есть Владимир Коваленко, автор, по-моему, этого канала достаточно подробно, вдумчиво подает материал, причем там не только по каменной кладке, там много всяких околостроительных тем, инструменты, обзоры объектов, общение с заказчиками, то есть классный канал. Ну, что, мне больше все нравится, да, там полно, помимо строительных каких-то вопросов, другой различной интересной движухи. У него, я иногда захожу, смотрю ролики, он там общался со своим подписчиком, который посмотрел его ролики, и, значит, на основе вот этих вот роликов он овладел сам какими-то элементарными навыками по работе с кирпичом и построил свой дом. Вот это вот, на мой взгляд, вообще самый лучший показатель качества контента, да, что ты не просто там снял какую-то хрень, тебя посмотрели, ну, там, сколько-то человек подписалось и все, и забыли. Действительно, люди смотрят, люди обучаются и люди делают вещи. Вот это вот крайне важный показатель. Поэтому данный вот, данный канал, данные материалы, они достаточно хорошая альтернатива освоить каменную кладку, каменное мастерство, чем, допустим, идти в какое-то училище, потому что не у всех есть время, особенно люди взрослые. Здесь я хочу как раз под этим вопросом, как вы относитесь к каналу мастер-кладки, прочитать еще один комментарий, то есть пользователь с ником хороший человек отвечает. мастер-кладки это канал, где человек рабочей специальности, без высшего инженерного образования рассказывает, как производить эти самые каменные работы, исходя из опыта своего. В принципе, плохого ничего нет, и даже похвально до той поры, пока человек заканчивает, показывает, как правильно держать в руках мастерок лопату-кирпич, и начинает рассказывать о прочности армировки, т.д. ТП ссылаясь опять же на... Я так уже сто раз делал и стоит, это все до задницы, нужны конкретные нормы, расчеты и опыт не работяг, а инженера-строителя. Вот здесь я как бы соглашусь с вот этим вот ответом хорошего человека, что надо разделять, надо разделять ремесло и технологию выполнения работ, да, то есть в плане освоения вот этого вот ремесла, неважно, это там каменные работы либо какие-то отделочные работы, штукатурка, неважно. В плане освоения ремесла такие ролики они просто бесценны, но есть технология работа, есть какие-то свои параметры, свои нюансы и для вот этих вот вещей необходимо пользоваться литературой. В первую очередь это нормативные документы, ну, например, тот же свод правил каменной, армокаменной конструкции, плюс пособия к нему, где изложены все основные моменты, которые касаются именно каменных работ, плюс учебники по технологии строительных процессов, именно по каменной кладке. То есть здесь мораль какова? Первое, любую информацию, особенно на ютубе, надо воспринимать критически, не надо воспринимать все на меру, все на веру, как будто это истина в последней инстанции. Воспринимайте информацию критически, особенно на ютубе, всегда пропускайте ее через свой мозговой фильтр. И вторая мораль, не ограничивайтесь каким-то одним источником, неважно, сколько там на канале лайков, сколько подписчиков, это не имеет никакого вообще отношения. Пользуйтесь несколькими источниками, книгами, это, наверное, самый такой, самый достоверный, что ли, источник. Несколько источников, каналы, книги, и плюс критически воспринимать информацию. Тогда уже сами, после того, как вы пропустите все это через себя, вы сможете увидеть какую-то более-менее правдоподобную картину мира, как это есть, как это должно быть. Вот, как-то так. Но канал нормальный, мне нравится. Захожу, иногда там смотрю, ну, просто я с каменной кладкой практически вообще никак не связан, поэтому не знаю, почему здесь был задан. такой вопрос. И, наверное, последний, третий, третий вопрос. Здесь, ну, здесь больше ничего такого интересного нету. Задает вопрос пользователь с ником, пользователь, пользователь с ником хороший человек, который как раз вот оставил ответ под комментарием по поводу канала мастер-кладки. Антон, подскажите, пожалуйста, подскажите, пожалуйста, еще парочку достойных каналов строительной тематики, ибо их огромное количество, но ведут в основном, как вы сказали, люди далекие от всего, а-ля все по уму настройки, это каналы, каналы, ну, здесь опять же человек написал написал комментарий, 17 лайков, но каналы, каналы по поводу чего, вернее, каналы какой направленности проектирования строительства дома не указал, ну, наверное, если ориентировался на мой контент, наверное, каналы касательно какого-то строительного проектирования, кстати, по поводу канала все по уму настройки, не знаю, мне канал, вот, честно, так нравится, ну, нормальный канал, я не спорю, что там, как бы, вот, в плане, ну, не все по уму, да, как он называется, но он интересен, этот канал, тем, что там показывают реальные объекты, реальную стройку, реальные косяки, и для застройщика, вот именно, вот этот большой объем реальной движухи строительной, он может быть очень полезен в плане избежания каких-то ошибок, поэтому, ну, тоже иногда смотрю этот канал, но опять что-то меня понесло куда-то, так, каналы, каналы, касательно проектирования, вот я, мне вот пришло вот сразу два канала, ну, я как бы их всегда в уме держу, это Константин Тычина и Кирсанов, это два преподавателя, то есть они профессиональные преподаватели, преподают где-то там в УЗИ, в институте, не знаю, и там контент лекции, то есть стоит у доски и смелым расписывает, они, я так понял, этот контент, не знаю, то ли они просто делают это как хобби, то ли это какой-то обучающий материал для студентов, вечерников, заочников, но не суть важна, на чем там смысл, они оба этих дяденьки, они похожи между собой, Кирсанов чуть постарше, Тычина помоложе, они преподают в основном основные базовые технические дисциплины, то есть там высшая математика, теоретическая механика, сопротивление материалов, ТММ, строительная механика, что там еще есть, ну в общем вот этот вот весь технический бэкграунд, который необходим для формирования специалистов, вот все это у них есть на канале, в основном это как бы сопромат, причем объясняют вообще классно, то есть это знаете такие, ну классические вот преподаватели, которые прям все так объясняют, что ты посмотрел и сразу все понял, вот их, я сам как бы иногда смотрю, кое-какие моменты, если мне необходимо вспомнить, очень классно объясняют, и если вы, у вас прям есть какое-то твердое намерение, овладеть проектированием, разобраться со строительной механикой, какие там действуют изгибающие моменты, эпюры, силы, напряжение и так далее, то вот это вообще просто, кладясь ценной информацией, вот эти вот два канала, но другое дело, будете ли вы смотреть, потому что народ пошел искушенный, может даже немножко борзевший по дому, ему контент в трехмерном виде, чтобы там все летало, все двигалось, была анимация, чтобы он просто смотрел, и у него все сразу в мост напрямую записывалось, нет, там надо думать, там именно классические лекции, на меловой доске, даже не на маркерной, и, ну, объясняют они классно, вот действительно, посмотрите, вот эти вот два канала, у них не так много подписчиков, ну, потому что, весьма такой специфический контент, вот, ну, кстати, на западных каналах я вот таких вот не встречал, то есть это у нас, я считаю, просто реально большая находка, то, что есть вот такие вот каналы, еще Сергей Макеев, это профессиональный тоже преподаватель, по-моему, в каком-то из московских институтов, он преподает, у него в основном сейчас на канале выходит видео, он делает какие-то расчетные комплексы, по конструкциям на основе Excel, но у него до этого были ролики, серия Сопромат тайные знания для ПГС, вот там компьютерные лекции, запись экрана, там показываются расчетные комплексы, показываются модели в скатчапе, и вот тоже реально очень полезный контент, в плане владевания вот этой базовой информацией, основ работы конструкции, там изгиб, срез, какие там напряжения, куда они направлены, как действуют, плюс там есть у него несколько видео, которые касаются напрямую стальных конструкций, промышленных зданий, там как связи располагать, какие элементы, что как действует, в общем, там не буду сейчас заговариваться, найдете канал Сергея Макеев, так, сейчас, 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 да, Сергей Макеев, найдете его канал, посмотрите, полистайте, в общем, там очень много полезной информации, которую можно изучить, это вот, наверное, вот три таких канала, вот чисто для проектирования, по поводу каналов достойных, по поводу каналов, которые посвящены строительству домов, ну и просто вообще всяких разных, и есть и такие вот крупные, типа там форум хаоса, все по уму настройке, есть и мелкие различные блогеры, всяких разных, ну, опять же, я говорю, смотреть и воспринимать информацию критично, потому что, да, есть люди говорят полезные вещи, есть вообще несут какую-то поргу, ну, по поводу строительства дома, я бы выделил еще канал Александра Терехова, как бы мне не очень нравится, вот вообще стиль его изложения, но чем подкупает вообще материал, тем, что там не просто, да, какая-то философия, словоблудство, там у доски с маркером человек, реально показывает чертежи с реальных проектов, показывает проекты, и самое главное показывает результат строительства по этим проектам, то есть фотографии домов, вот у него очень много там строительной физики, очень много материала, которые посвящены именно узлам частного дома, там как выполнить сопряжение фундамента, стеной, стена, крыша, узлы мансардной крыши, вот эти вещи, ну, плюс по строительной физике, там всякий конденсат, пароизоляция и так далее, я не очень хорошо разбираюсь в этой теме, если честно, то есть она мне, во-первых, не особо интересна, ну, я и по ней ролики, соответственно, не снимаю, вот у Александра такого материала полно, он объясняет там узлы, как что действует, как надо выполнить, плюс показывает соответствующий чертеж из проекта, плюс показывает фотографии реальных домов, которые были сделаны по этому проекту, как это выглядит, вот это опять же действительно подкупает, то, что показаны результаты деятельности, результаты вот этого вот решения, а не просто так, потому что я вот, честно, не люблю балаболов, которые балаболят, 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 и ничего при этом не показывают, ты, если рассказываешь что-то, ты покажи это, как это выглядит, как ты сделал, если ты это делал, подтвердь, профы приведи, да, как говорится, результат своей деятельности, а не просто так, да, что ты поговорил и без толку, вот у Александра Терехова тоже, что касается именно проектирования частного дома, там очень много полезной информации, ну, все, по-моему, настройки тоже интересный канал, там много движухи, вот именно там показывают, что мне нравится, именно вживую объекты, как это есть, прям такой лайф, нифиговый, форум, форум хаос, ну, это больше такой обзорный канал, ну, есть интернет, смотрите, в гугле, там, наберите запрос, перейдите на вкладку видео, можно посмотреть, ну, мораль я уже привел, да, во-первых, не ограничивайтесь, никогда, каким-то одним источником информации, смотрите разных блогеров, слушайте разные мнения, и второе, критически воспринимайте информацию, пропускайте ее через свой мозг, и пользуйтесь литературой, а, забыл, возвращаясь к этому вопросу, по поводу достойных каналов, самое главное, это, конечно, книги, строительная литература, я по этому поводу уже много раз распылялся, что есть такой сайт, dvg.ru, там собрана вообще самая лучшая, самая крутая, не побоюсь этого слова, техническая библиотека, по строительной специальности, там на вкладке download, удобный, удобный каталог, рубрикатор, все по полочкам, там железобетонные, деревянные, стальные конструкции, причем там все в открытом виде, и скачивается по одному клику, то есть там нет вот этой конченной рекламы, когда ты там что-то ищешь, тебе вылазит реклама, подождите там 30 секунд, пока закончится реклама, после этого вы можете скачать, там этого мракобесия нет, можно даже через пояс найти какую-то нужную серию, нужную книгу, сразу по прямой силке ее скачать, и пользоваться, кроме того, на ДВЖ форум, тоже достаточно крутой, можно его полистать, найти ответы на какие-то вопросы, если не нашли ответы, можно там создать какую-то тему, и привлечь еще к обсуждению соответствующих специалистов, они помогут вам решить вашу проблему, не всегда правда, но вот такой вот инструмент есть, там вот именно как раз сидят профессиональные проектировщики, строительные инженеры, конструкторы, инженеры, проектировщики, и все эти вопросы там обсуждаются, поэтому этот ресурс, я бы даже, DWG.ru, я бы даже поставил, наверное, на первое место, вот форум, плюс их техническая библиотека, перед каналами, у меня да на самом деле на канале не так уж и много видео, которые вот прям чисто посвящены проектированию, поэтому здесь все-таки превалирует именно литература, и там с литературой надо уметь работать, надо подключать голову, разбираться, знания, навыки, умения, просто так, от того, что вы посмотрели ролик, вам не придут, надо самому работать, вот на этом, наверное, все ответы на вопросы, что-то правда я сегодня заговорился, если у вас есть вопросы, неважно по этому видео, там по предыдущим видео, то вы пишите их, пожалуйста, в комментариях, вот именно под последней рубрикой ответы на вопросы, пишите свои вопросы, обязательно лайкайте вопросы других пользователей, если они вам понравились, и в соответствии с вот этой вот рейтинговой системой, те вопросы, которые наберут большее количество лайков, на них и будут даны ответы впервые, в первую очередь, от вашей активности, будет зависеть содержание следующего выпуска, какие-то будут вопросы, и, соответственно, я на них буду давать ответы, по времени, наверное, также, то есть, буду смотреть, по количеству поступивших вопросов, по тому, сколько они набрали лайков, наберутся, значит, буду снимать, ну, примерно, месяц-два, вот такой вот типозон, необходимо ориентироваться примерно на него, а на этом у меня все, спасибо, что досмотрели до конца, увидимся в следующих видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok